Здравствуйте! Как всегда, в это время выходим на дистанцию, чтобы подвести итоги спортивной недели. Смотрите сегодня в программе. Победная серия Северстали прервалась. Были и моменты, могли сравнять счет, но реализация, реализация, реализация. Алмаз стремительно исправляет свое турнирное положение. Они сегодня были настроены на победу, но мы сегодня тоже не хотели проигрывать. Волейболистки-северянки к старту сезона готовы. Команда сейчас находится, можно сказать, на пике формы. Футбольный клуб «Череповец» подводит итоги лучшего в истории сезона. Были конфликтные ситуации, были яркие победы. Футбольный клуб «Череповец» официально оформил чемпионство в третьем дивизионе и подвел итоги самого успешного для себя сезона. Футбольный клуб «Череповец», несмотря на дождливую погоду, празднично завершил свой первый в истории чемпионский сезон в третьем дивизионе. «Череповец» и футболисты обыграли «Ивановский текстильщик» со счетом 2-0. В конце второго тайма по голу забили Максим Мишалкин и Андрей Апанасюк. «Череповец» уверенно занял первое место в чемпионате, одержав 13 побед в 16 матчах. Команда набрала 40 очков, существенно опередив серебряного призера «Ярославский шинник М». Бронзовым призером стала «Костромская Динамо». «Достигли максимума на этом уровне, поэтому только положительные эмоции и итоги. Надеемся, что будем дальше развиваться и переходить уже все заждались на профессиональный уровень». «Благодарить всех ребят, которые на протяжении этого сезона, получая шишки, синяки и проливая кровь, добились этой победы. Это их заслуженная победа. Все было достаточно сложно. Были и конфликтные ситуации, были яркие победы». Отметим, что этот сезон стал самым успешным в истории нового череповецкого клуба. Команда выиграла оба престижных турнира – и Кубок Федерации «Золотое кольцо», и чемпионат. При этом в сезоне было только два поражения. Кроме того, в споре лучших бомбардиров всех опередил нападающий череповца Антон Балашов, который забил на ворота соперников 15 мячей. А оборона череповчан оказалась самой крепкой в лиге – всего 11 пропущенных мячей. Лучшими у череповецкой команды были и ее болельщики. «Хотел бы поблагодарить общество движения фанатов «Стилфанс». Ребята молодцы. Просто практически на все выезды приезжали, поддерживали нас. Даже такой непростой выезд в Киров были ребята. Поэтому им отдельное спасибо». «Один, представляете, парень пришел с ребенком, со сломанным позвоночником в корсете. Всю игру простоял под дождем. И у меня уже горло болит от того, что кричался вчера. Но они как-то вытерпели это все. Просто уважение к всем болельщикам и благодарность». На этом большой футбольный сезон не завершен. Череповцу в ноябре еще предстоит участие в турнире чемпионов. Знакомство перед стартом. Череповецкие болельщики пообщались с волейболистками северянки и тренерами волейбольной команды. Традиционная предсезонная встреча прошла в спортивном комплексе «Юбилейный». Такие встречи – хорошая возможность познакомиться с новобранцами команды. А их в этом сезоне сразу пятеро. Это 21-летняя Ярослава Симоненко из Воронежа, Анастасия Черемисина из знаменитой «Уралочки» Сабина Гельфанова, из Казанского «Динамо» и пасующая Светлана Сербина из Краснодарского «Динамо». Из Тюмени в Череповецкий клуб перешла 24-летняя Екатерина Хромойкина, один из самых результативных игроков высшей лиги прошлого сезона. И в Череповце у нее появилось забавное прозвище – «Храмуля». Кроме того, в первой команде могут сыграть две центральные блокирующие из молодежного состава – чемпионки Европы – Виктория Пушина и Ирина Соболева. Сразу после презентации нового сезона – приятный сюрприз. Одного из преданных болельщиков, капитан команды Анна Моисеенко, поздравила с днем рождения. А далее были вопросы. Много вопросов. Болельщики спрашивали про клубную атрибутику, про выезды болельщиков с командой на туры, про возможность организации предсезонного турнира в Череповце. Девушек спросили также об их увлечениях помимо волейбова. Скажу банально, это чудесный фильм. Я не буду готовить. Юные волейболистки поинтересовались сроками проведения мастер-классов для групп подготовки «Череповецка с дюшор» и секретами настроя на игры. Зрители-ветераны желали девушкам счастья в семье и просто рассказывали о том, как горячо их любят, что считают их своими родными. Но главное для болельщиков все равно готовность команды к новому сезону и защите чемпионского титула. Поставлены были задачи, мы других не ожидали. Сыграть не хуже, чем в прошлом году, в прошлом сезоне. Мы, в принципе, задачи поставлены довольны. Будем стараться. Команда сейчас находится, можно сказать, на пике формы. Напомним, что «Северянка» начнет чемпионат России матчами на своей площадке. 7-8 октября в гости приедет вернувшийся в высшую лигу «А импульс» из Волгодонска. Что касается «Северянки-2», то в новом сезоне эту команду в Череповце можно будет видеть реже, чем в прошлом, так как поменялась формула турнира высшей лиги «Б». Теперь игры будут проходить группами. Тем не менее, Череповец получил себе два тура из пяти. Кроме того, город готов принять и один из финальных туров. На первом этапе в споре с четырьмя командами своей группы, а это клубы из Тулы, Гатчины, Обнинска и Брянска, в «Северянке-2» надо попасть в число двух лучших, чтобы потом сражаться за медали в финальной шестерке. Игры стартуют матчами в Обнинске 11-15 октября. Даты проведения остальных туров пока не определены. «Задача – попасть в четверку, в четверку в вышке «Б», и уже играем в шестерке, постараемся попасть в тройку в призер. Хотя задача ставится более серьезной – выйти в ушка. Я думаю, это сложно, поскольку мы только второй год играем в классе «Б», мы будем ставить максимальную задачу». Также пока много неизвестного и по чемпионату первой лиги. Нет ни полного состава соперников «Северянке-3», ни календаря игр. Эти вопросы решатся в ближайшее время. Хоккейная команда «Алмаз» одержала две победы на своем льду в матчах чемпионата «МХЛ». Молодые череповщане дважды обыграли «Чайку» из Нижнего Новгорода. Первая игра завершилась сухой победой «Алмаза». Уже на второй минуте Артем Марков был настойчивый всех в толчее на пятачке. Перед воротами соперника и добил шайбу в сетку. Во втором периоде «Алмаз» смог еще дважды поразить ворота гостей, использовав численное преимущество. Сначала Егор Заплатников замкнул передачу партнера. А затем Павел Жирнов смог убежать в быстрый прорыв и завести шайбу вместе с галкипером в ворота. В итоге победа со счетом 3-0. Отлично сыграли игру. Смогли первые два периода выполнить устремельскую установку. С этим немного на расхлябанности вышли. Было пару провалов, но ничего страшного. Смогли дотерпеть и сыграли на ноль. Подержали вратаря. Все отлично. На повторную встречу игроки «Чайки» вышли с очень хорошим настроем и сумели первыми открыть счет. Череповчане вскоре отыгрались. Но спустя лишь считанные секунды гости снова вышли вперед в счете. На 43-й минуте Илья Орлов второй раз в матче сравнял результат. А на 57-й минуте Леонид Климов точным броском в девятку реализовал большинство своей команды. Этот гол оказался победным. 3-2 в пользу «Алмаза». Соперник начал очень активно. Где-то мы не могли подстроиться под его игру, и нам было тяжело. Они сегодня были настроены на победу, но мы сегодня тоже не хотели проигрывать. Удалось выиграть сегодня. Третий период вчерашней игры и два периода сегодняшней игры – это то полное безобразие, которое мы показали в этом сезоне. Даже проигрывая игры, мы выглядели гораздо интереснее, чем мы выглядели вот эти три периода. Будем с этим разбираться. Ну, ребята молодые, поэтому это вот настрой такой. То есть мы предупреждали, мы говорили об этом, что соперник будет по-другому сегодня играть. И вы должны выходить с тем же настроем, с которым вы ходили вчера. Но они пока не верят никак. Все думают, что они все знают и все умеют. Но практика как раз показывает обратное. Победная серия хоккейной команды «Северсталь» в чемпионате КХЛ прервалась. Череповецкий клуб с поражением начал свой очередной выездной тур, проиграв в Хельсинки Йокериту. Победная серия «Северстали» перед игрой в столице Финляндии достигла четырех матчей. Клуб из Хельсинки, в свою очередь, выиграл уже восемь матчей подряд. Чья-то серия должна была прерваться. В составе «Северстали» в этой игре появился новичок Олег Яшин. Причем он оказался сразу в первой тройке нападения вместо Павла Чернова. Но усилить ударное звено, по мнению главного тренера, не смог. Играл Олег Яшин, но, так скажем, не вписался. Мы, соответственно, много разыгрывали без бросков. Контролировали шайбу хорошо, передавали хорошо, но без бросков. Я думаю, что люди взрослые без бросков в голову не бывает. Счет был открыт во втором периоде. Цель достиг дальний бросок защитника хозяев льда. В начале третьего периода «Юкерет» удвоил преимущество. Юное финское одарование «Толванин» поразил ближний угол ворот. Вскоре Данил Вовченко, выйдя со скамейки штрафников, смог распечатать ворота финнов. «Северстали» продолжала отчаянно атаковать, но за 12 секунд до «Сирены» получила гол уже в пустые ворота. Поражение 1-3. В «Актив» могу занести только третий период, в котором мы играли так, как должны были играть всю игру. Были моменты, могли сравнять счет, но реализация, реализация, реализация. Игра в столице Словакии началась удачно для «Северстали». Уже на первой минуте Адам Мазур открыл счет. Далее на пять минут и до конца матча за грубость был удален Николай Казаковцев. И словом, сравнил счет при игре 5 на 3. В конце первого периода Словакии еще раз воспользовались численным большинством. 2-1. Второй период остался за Череповчанами. Сначала Данил Вовченко сравнял счет броском в ближний угол. Затем, похожим образом, но при игре в большинстве отличился Дмитрий Когарлицкий. 2-3. В начале третьего периода всплеск активности хозяев льда привел сначала к тому, что они сравняли результат, а вскоре и вышли вперед в третий раз в матче, использовав большинство. Череповчане не сдались. Они заработали право на булит, но Дмитрий Когарлицкий переиграть вратаря не сумел. Буквально через несколько секунд к атаке подключился Николай Стасенко и забил свой первый гол в сезоне. Снова ничья. 4-4. Основное время встречи так и завершилось. Дело дошло до серии булитов, которые больше повезло хозяевам льда. 5-4. Победа Слована. Мы рады, что наконец получили два очка. Мы сначала проигрывали, особенно первые и вторые периоды. Очень жаль ошибок, которые были сделаны, но сегодня мы должны были выстоять. Мы выиграли по булитам и будем собирать очки дальше. Булитная серия, можно сказать, мы подошли где-то не очень ответственно. Здесь 5-0. Это для наших нападающих, я считаю, что это плохо. Тем не менее, очко это лучше, чем ничего. Место в воротах Северстали в матче против ЦСКА занял молодой голкипер Алексей Артамкин. Словацкому вратарю Юлию Сугудачку дали возможность отдохнуть. Нам тоже нужно его использовать, задействовать, посмотреть, на что он способен. Он с нами ездит в какую поездку третьим вратарем и, так скажем, не участвует. Поставили, да, может быть, где-то это могло сыграть. Где-то команда бы надежнее стала играть в обороне, где-то помочь ему. Но я скажу, что он отыгрался, это хорошо. Игра изобиловала удалениями, но счет был открыт при равных составах. Во втором периоде голевым стало подключение к атаке защитника Северстали Валерия Васильева. В начале третьего периода армейцы использовали численное большинство и сравняли счет. Следующее удаление в составе Северстали снова не осталось без наказания. Валерий Нечушкин удачно подставил клюшку на пятачке 2-1. Это не стало уроком для череповчан. И следующее нарушение приводит к третьему голу ЦСКА в большинстве. Однако, после долгого просмотра эпизода по запросу тренерского штаба Северстали, взятие ворот было отменено по причине положения вне игры. Но третья шайба все равно побывала в ворота череповецкой команды. Случилось это на последней минуте игры, когда голкипер уступил свое место на льду полевому игроку. В итоге 1-3 в поражении Северстали. Мы сегодня провели хороший матч, даже несмотря на результат. Все играли ровно до того момента, как стали удаляться. Попросили ребят потерпеть в третьем периоде именно с удалениями. Но нашла Касана Камен, чем ЦСКА и воспользовалась. Третий период молодцы ребята, характер проявили, вытащили из себя. В принципе, заработали, забили большинство. Вот, хорошая игра, то есть у нас всегда соперник играет с настроем, поэтому и для нас это, в принципе, тоже хорошо. После этого поражения Северсталь покинула первую восьмерку западной конференции. Ее опередил Витязь. Именно с этим клубом череповчане сыграют 7 октября в Подольске. Это все о спорте на сегодня. Снова выйдем на дистанцию через неделю. До встречи и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова